Даже плохие опросы показывают, что многие не осознают, что Россия принесла на Украину. Проблема не в том, что люди не знают, что происходит на Украине, проблема в том, что людям все равно. Не потому, что они какие-то уникальные людоеды, а им это все равно по той же причине, почему вам все равно, что сегодня происходит в Йемене. По той же причине, что вам все равно, что сейчас происходит в Северной Корее, что сейчас происходит с палестинцами в Израиле, или наоборот с евреями в Израиле, неважно, какую бы сторону вы ни занимали, вам все равно. Отдавайте себе, просто отдавайте себе отчет, что огромному количеству людей в России точно так же все равно. Они в этом не уникальны, это не русские какие-то уникальные орки, это свойства людей, которые занимаются своим делом и хотят, чтобы от них отстали. Человек хочет работать, он работает продавцом в магазине, и он хочет работать продавцом в магазине. И если вы хотите до него достучаться, вам нужно не кричать на него истошно, на Украине дети умирают, вам нужно ему объяснять, почему его жизнь сейчас станет говном, почему его мечты не сбудутся, почему он будет беднее своих родителей, почему он будет беднее себя пятилетней давности, и что это значит в перспективе, почему у него будет нищая старость. Вот этими словами вы до него достучитесь гораздо вернее, чем если будете у него перед носом трясти фотографиями преступлений путинской армии, потому что этим вы скорее его только раздразите. Он не считает себя к этим причастным, и тоже совершенно справедливо не считает, потому что в России общество не субъектно. Он эту войну не хотел, и когда вы ему перед носом трясете фотографиями, все, что он видит, он видит, что вы давите на жалость, для того, чтобы чего-то от него вытребовать. Вот буквально вы выглядите, как попрошайки на улицах. На кого-то это работает, но это очень ограниченное количество сердобольных людей, которые на самом деле своей сердобольностью зачастую могут принести больше вреда, чем пользы. Вот вы сейчас апеллируете к тем же эмоциям, к которым апеллируют попрошайки. Это невыгодная политическая стратегия. Апеллировать, еще раз повторяю, нужно к интересам человека, к которому вы обращаетесь. Это более эффективная политическая стратегия. Если ваша задача именно совершить политическое воздействие, а не удовлетворить собственную гордыню, не почувствовать себя выше окружающих, а не посмотреть на них сверху вниз, как вот, значит, они такие звери, а я вот, значит, такой сердобольный плачу над происходящим. Вот если ваша задача не эти чувства испытать, а повлиять политически, я бы все-таки вам советовал сконцентрироваться на том, что я говорю, на разговоре именно с обществом, а не с самим собой. Это важная мысль.